Добрый день. Здравствуйте. Дорожная подробная программа. Затканкурин. С чем связан? С чем связан? Потому что право-дружная рука. Что имя? Сидите в айфрам, что стоит. Почему? Стоит почему? Да. У кого? У кого? Так и у кого стоит? Я говорю, что транспортные средства стоят. Аааа. Я не знаю. А чего так? Я спрашиваю. Вы говорите, что стоит. Я говорю, что транспортные средства стоят. Ааа. Я понял. То, что вам послышалось. Знаю. Что сказали, то я послышу. Там стоит знак. Стоп. Движение без остановки. Запрещено. Ааа. Так я же остановился. Вы остановились? Ну да. Смотрите, я вам видео покажу на посту. Вы увидите, как вы остановились. А можно не выходить с машины? Можешь и не выходить. Тогда видео не увидите вроде бы. Почему? Ну так, я же не могу компьютер сюда вам принести. С поста сверху снять компьютер и принести вам показать. Не можете? Да, конечно. А что делать? Серьезной основы нет. Приверите, пожалуйста. Так документы предъявляются на основании нарушения. Так я же вам объяснил ваше нарушение. Ваш водитель. То есть вы не слышите меня? Вы объяснили, что стоит у кого-то. Я не виделся. Я не вижу. Вы мне его объяснили, а видеть я его не могу. Я не знаю, у кого что там стоит. Я вам объяснил, что транспортные средства стоят. Ну понятно. Ну я так подумал. Ладно, хорошо. Ну я не вижу... Если вы там подумали, это в вашем... Ну это же с ваших слов я не остановился. С моих слов я остановился. У меня даже... Сейчас даже я в выигрышной ситуации. Я говорю, что остановился, и мой напарник говорит, что я остановился. А я вам говорю, что я видел это. Вы просто это говорите... Ну я же этого не видел. Это ты вместо тогоищника возникли. Я не обязан это делать. Да, есть отppa. С quicker部分 дорожного движения, но пункту 2 будет 1 и я обязан предъявить об этом. Вообще-то согласно 2.1 это я обязан иметь при себе. Предъявить. А пункту 2.4 предъявить. А 2.1 это иметь при себе, да? А вы говорите F1 предъявить? Согласно пункту 2 и 1 и вы сказали согласно 2.1 чтобы предъявить. sogласно 2.4 предъявить? Ну а вы сказали предъявить согласно 2.1. Ну, согласны, что ошиблись? Да, ошиблись. Согласны пункту 2.4, обязанную поделить. Правильно. На законных основаниях. Конечно. Статья 268 Кодекса об административных правонарушениях говорит нам, что инспектор должен ознакомиться с материалами дела. Я вам объясню причину остановки и объясню, что мы... Вы мне объяснили. Ну, хорошо, тогда наберите в МРЭО и узнайте, у меня есть водительство. Ну, а мне же надо... Ну, хорошо, но как я тогда могу ознакомиться с моим нарушением? Я же вам объясню. Ну, я вам тоже объясняю. Это грязь на плоскости и ваше нарушение. Я могу и сидеть в машине, если я хочу, чтобы вы меня ознакомили. Я же вас не обязан вытаскиваться в автомобиле. Ну, а ознакомьте, пожалуйста, я подожду, ничего страшного. Я вам объясню, как вы... У меня ноутбук есть, я могу дать. Перекидите. Нет, перекидите ничего не будет. Там легко. Перекидите ничего не будет. Что сейчас должно прикинуть? Туда я поеду. Ну, принимите документы и поедите. Ну, документы предъявляются на каком-то основании. А сейчас я слышу только с ваших слов, что я нарушил. А я так говорю, что я не нарушил. Это просто слова. Наши слова на возраст. Ну, инспектор, вам документы просто так показать? Или на законе... Нет, если просто так, то мы сейчас покажем. Вот скажем. Просто так. Да, если вы просто так хотите показать, покажите, пожалуйста, мне. То есть, инспектору можно показать просто так. А на законных основаниях вы уже не можете, да? Ну, да я вам объяснил, а вы, что ж... Законные основания какие вам еще показать? Не, мы не видим нарушения, если бы она была... Я пришел в автомобиль, вы уже спрашивали, почему вы меня остановили? Нет, нет, вы пришли, вы пришли, представились и потребовали документы, но при этом не сказали причины остановки. При этом вы уже нарушители бандит. Я бандит, да? Но при этом, раз человек, если человек в форме нарушает закон, значит он бандит. Ну, это наше мнение. Потому что человеку в форме особенно запрещено нарушать закон. Еще больше, чем... Согласно вашему мнению, может так. Это не согласно мое мнение? Это закон говорит? Нет, это вы так думаете. Я же не мешаю вам думать. То, что вы думаете, просто вы... Не мешаете думать, но не мешаете. Ну, я могу вам пожелать удачной службы. Я вам тоже счастливое здоровье пожелаю. Придите у вас документы, я увижу, что у вас полятошные документы. Ну, вы их увидите, когда я увижу нарушение свое. То есть, вы документы не предъявляете? Предъявляю при нарушении. При нарушении. Это вечером деньги, утром стулья. Ну, как это... Это ваши стулья и ваши деньги. Я не знаю, что у вас есть. Сразу нарушение, потом документы. Нарушение документов. Ну, так построена цепочка. Нет, это просто послово на право-одронное убежание. Правильно, я и за нее говорю, правильно. Правильно, да. Право-одронное убежание вы обязаны предъявить. Согласно закону о милиции, который трактует ваши действия. Статья 11 говорит нам о том, что переверят документы лишь при подозре в чинене административного правопорушения. Або криминального. Статья 11 закона о милиции говорит. Тики. Переверят документы тики. При подозрении только при подозрении. Согласно 60 статей Конституции Украины. Если вас так не влаштовывает, согласно правил дорожного руха, что вы порушили правил дорожного руха. Я не порушиваю. То в данном выпаде, когда вы указали вимоги дорожного знака 2.2, проезд без дупинки заборонено. Сегодня проводится в державе подозрение под умовной названием автомобиль. Если важно, я вам принесу сначала такой показ. Несите. Сейчас надо идти в книгу жало писать. Все, уже встречать надо идти. Быстрее. Нина, пошли. Завершите. Пошли. Исперт, а что-то мы никак не можем вас дождаться. А вы не нашли распечатку, да? К сожалению, нет, да? Ну ничего. А с утра была она, куда-то? С утра она еще была? Нет, с утра не было. А, с утра не было. Ну вы ее видели, да? Куда-то она пропала. Я лично сам-то немного попал. Я все так не успел. Что, говорит? Я сейчас книгу заполню и не пою. Ну, просто. Ну, за книгу. Ну. Можно присесть? Конечно. Инспектор, а может нарушение посмотрим? Нарушение тебе придешь? Да. Вот 4 свидетеля на мой взгляд. А, уже вы же говорили, есть видеофиксация. Уже не могу подблюдить ваше нарушение. Вы же говорили, есть видеофиксация. Мы сейчас пришли к вам. Будьте добры, покажите нам видеофиксацию с нарушением. Да, наверное, к нему я покажусь. Но вы же говорили. Я вам объясняю, что на данный момент показать не могу. А, потому что его нет. Вы меня услышали. То есть вы говорите, получается. Вы меня услышали. Я вас услышал. Слышал. Как и все, в принципе, основная часть роботиков. 100%. 100% и водитель есть. Таких как вы. Ого. Ого. Таких как вы. Есть телефон, 102 сейчас вызываю сразу. Заберем. Все, что вы нарушаете, потом же кого-то хотите извинить. Скажите, пожалуйста. Инспектор, давайте я вам прокомментирую. Прокомментируйте. Транспортное средство с красными номерами регистрации остановили и искали причину, как бы снять соточку. Соточка не получилась. Это ваше размышление. А это ваше размышление, что я нарушился, я ничего не нарушил, двигался согласно правил дорожного движения. А что ж вы обманули 10 раз? Обманули с отработкой, отработки уже нет, обманули с видео. Ну как, где она, покажите. Как это нет? Она у меня записана только в ведомости. А распечатки на данный момент не будет. А что ж вы сказали про распечатки? Потому что я сейчас ее не знаю. А, ну так обманули значит. Нет, я вам не обманул. Не обязан, не обманули. Смотрите, журнал патрулью, Ваня. Смотрите, на каждом разводе записываем проиментировки и какие происходят предпрацевания. Пожалуйста, читайте. С 20.05 по 26.09. Считаете, нет? Вы сейчас не об этом. Как эта автодорога называется? Это уже не об этом. Как автодорога называется? Как автодорога называется? М12 автодорога называется. Гук. Говорю, что я вам представлялся. Я забываю, я еще раз просил. Гук Владимирович. А то, что вы там как будто соточки говорите, раздаете, это уже ваше. Ваши действия наталкивают на такие мысли, понимаете? А, мои действия? Да. Вот я не знаю. Вы собрали на течение 5 минут 3 раза. Смотри, я вам показал книгу ритуаль. Вы зачем пошли? Вы пошли за распечатку. Пошел. Я ее не нашел здесь. Я вам покажу журнал свой, в котором записывали ориентирование. В котором у меня записаны, какие проводятся операции. Сейчас в государстве. Дальше. Потом вы просили пройти на пост, показать наше нарушение. Где? Теперь вы говорите, что нет. Что нет? Я говорю, что на данный момент не могу показать. Я два раза не повторяю. Ну, я вам тоже два раза не буду повторять. Я сказал, что на данный момент не могу показать. Это плохое. Так, значит, вкратце. Яко Сенко Виталий Анатольевич двигался по дороге такой-то. Такой-то был установлен инспектором ГУК. По непонятной для меня причине. Значит, поднявшись на пост, оказывается, что доказательств никаких нет. Это своими словами. Почему же я вообще-то ориентирован? Доказательств нет моего нарушения. Я про нарушение говорю. Значит, и второй раз он меня обманул про отработку, чего тоже подтвердить не мог. Значит, прошу провести по этому поводу служебную проверку. В соответствующие сроки сообщить мне о результатах ее. И очень важный обзачек в конце. В отсутствии ответа мне, предусмотренного законодательным срока, я буду вынужден обратиться в суд. Все, спасибо. А, число. Сегодня 24. 24. 0. 22. Спасибо. Там год поставил. Там год поставил. Где? 28. А, точно. А вы сегодня без белых рубашек, да? А? Без белых рубашек сегодня. Ну, поприедите. Праздник. Праздник. У вас праздник. Мне надо больше будет. А, вот так. Ну, ладно.